Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Завершилась еще одна торговая неделя на фондовых площадках США. Настроения инвесторов неоднозначны. Однако повсюду признаки потенциального падения в дальнейшем на фоне ястребиного настроя ФРС. Медвежий рынок, который, как правило, сопровождается снижением на 20% или более от максимума, ознаменует конец ралли эпохи пандемии. Беспрецедентные стимулы со стороны американского регулятора отправили акции на рекордные уровни. Теперь это почти в прошлом. Акции сыпятся. Особое беспокойство вызывают онлайн-ретейлеры, такие как Amazon. Похоже, бум электронной коммерции находится на стадии завершения. И ключевым событием прошлой недели было заседание ФРС и первое повышение ставки. Текущая неделя также пройдет под знаком ЦБ. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на постепенном ужесточении глобальных финансовых условий. С учетом публикации инфляции это будет еще одна волатильная неделя. Оставайтесь с нами, досмотрите видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. Инвесторы на прошлой неделе пережили красный день календаря. Первые впечатления от заседания ФРС, на котором ставка ожидаемо была повышена на 50 базисных пунктов. И было умеренно негативным это событие. По итогам торгов в среду 4 мая даже был зафиксирован рост основных индексов. Джером Пауэлл сообщил, что увеличение ставок на 75 базисных пунктов на следующих заседаниях не является приоритетным вариантом. ФРС готова бороться с инфляцией и вновь повышать ставки на 50 базисных пунктов. А сокращение баланса планируется начать с 1 июня. Символическое ралли продлилось недолго, уже на следующий день акции растеряли всю прибыль. Инвесторы более внимательно начали изучать новую финансовую картину, остановившись на критически важных аспектах решения ФРС. Регулятор будет повышать ставки и, что более важно, ограничивать доступность капитала. Это основная цепочка, необходимая сейчас любому инвестору. Текущая риторика ФРС не сулит фондовому рынку ничего хорошего. Цикл ужесточения политики только начался, ситуация будет усугубляться. Если ЦБ захочет переступить нейтральный уровень денежно-кредитной политики, перейдя к сдерживающей политике, последствия могут стать разрушительными. Первыми жертвами станут перекупленные бумаги. Ужесточение финансовых условий станет причиной последующего снижения ключевых коэффициентов, таких как отношение стоимости акций к прибыли или выручке. Сейчас вопрос заключается в том, как далеко готов зайти Центробанк. При высоких темпах инфляции на смягчение рассчитывать не стоит. Рынки ждут публикации данных потребительской инфляции, которая состоится 11 мая. Прогнозируется незначительное замедление темпов роста показателя. Даже если и так, то ястребиного настроя это все равно никак не отменят. А теперь перейдем непосредственно к индексам, которые вновь ощутимо пострадали на прошлой неделе. Потери, конечно же, колоссальные. Индекс широкого рынка S&P500 закрыл снижение пятую неделю подряд, и это стало самым продолжительным даунтрендом с июня 2011 года. Индикатор в понедельник достиг самого низкого за год уровня, пробив вниз отметку в 4000 пунктов и снизившись за сессию на 3,2%. Хотя во вторник 10 мая на рынках было заметно некое спокойствие и небольшой отскок, все равно это ничего хорошего не сулило. Прогноз остается негативный. Крупные мировые инвестиционные компании пытаются спрогнозировать темпы и уровень упадения ключевых индикаторов США. Дна рынка акций, как ожидается, достигнет 19 октября 2022 года. S&P500 на тот момент будет на уровне 3000 пунктов, а NASDAQ на уровне 10000 пунктов. Что касается технической картины, то S&P500 пробил нижнюю границу диапазона 4060 пунктов и говорит о сохранении медвежьей тенденции и о потенциально новых минимумах в обозримом будущем. Ограничение доступности капитала ведет к всплескам волатильности S&P500, что сейчас и наблюдается. К примеру, в 2018 году индикатор отреагировал на повышение ставки ФРС падением почти на 20%. Дальнейшее ограничение доступности капитала неминуемо приведет к новым потерям S&P500. Поскольку падение идет общим фронтом, промышленный Dow Jones также попал под общее негативное влияние. Картина не самая страшная, но негатив все же присутствует. Обвальный понедельник 9 мая снизил Dow на 1,99%. Индикатор достиг 52-недельного минимума. При этом S&P500, как мы уже упомянули, опустился на 3,2%, а индекс NASDAQ обвалился вообще на 4,29%. По состоянии на пятницу 6 мая NASDAQ с начала года уже потерял 22%, в то время как S&P снизился на 13%. Аналогичные потери и у Dow Jones, но они составили 9,5%. Ужесточение политики далеко не единственное, что беспокоит фондовые рынки. В инвесторской среде все больше растет беспокойство касательно глобального экономического спада. Ограничения в Китае, связанные с эпидемиологической ситуацией, продолжают оказывать давление на международную торговую активность. Несмотря на снижение числа случаев заражений в Шанхае, китайские чиновники ужесточают меры, поскольку идет реализация так называемой политики нулевой терпимости к коронавирусу. Затяжные проблемы с цепочками поставок могут усугубить текущую проблему и инфляции, которая продолжит расти дальше, чем ожидалось. Пессимистично выглядит высокотехнологичный индекс NASDAQ. Его позиции самые слабые среди крупнейших американских индексов. Если на прошлой неделе мы говорили об отметке в 13 тысяч пунктов, пробить ее было сложно, но возможно. За неделю картина сильно изменилась, и NASDAQ углубился в медвежью тенденцию. Последние дни показали, что рынки полны неуверенности, а это значит, высокая волатильность еще продолжится какое-то время. Некоторые инвесторы пока не готовы капитулировать, это заметно. Они игнорируют ситуацию на рынках, в частности падение цен на гособлигации США, которое значительно снижает привлекательность акций. Все еще пользуются популярностью акций роста, несмотря на распродажи, которые ведутся на рынках. Возможно, у инвесторов еще не закончилась стадия отрицания новой реальности. Тем не менее, на рынках происходят колоссальные изменения, и пересматриваются долгосрочные тренды. Сезон отчетности сейчас воспринимается несколько иначе. Обычно удачная отчетность была драйвером роста акций. Но не в этот раз, рынки в настоящее время сильнее реагируют именно на негативные новости, чем на позитивные. К примеру, после выхода отчета Netflix, в котором сообщалось о снижении числа подписчиков на 0,09%, акции компаний рухнули почти на 40%. Начинают схлопываться завышенные за время пандемии оценки акций таких компаний, как Meta, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, а также пять активно торгующихся на бирже технологических компаний, включая Alibaba, Baidu, Nvidia, Tesla и Twitter. Бумаги могут падать вопреки хорошим результатам во время происходящего сейчас сезона отчетностей. Если новость негативная, соответственно и обвал будет сильнее. Печально выглядит сектор электронной коммерции. Выручка крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon в первом квартале 2022 года увеличилась всего на 7% по сравнению с ростом на 44% годом ранее. И столь разочаровывающие данные спровоцировали обвал в акциях. Только во вторник, 10 мая, они падали почти на 5%. Со времени публикации отчета 28 апреля бумаги просели более чем на 14% и с начала года подешевели более чем на 30%. Мощное ралли онлайн-ритейлеров, начатое в разгар еще локдаунов из-за пандемии, полностью теперь нивелируется. Компании столкнулись с целым рядом проблем, включая инфляцию, резкое увеличение расходов на персонал и сбои в глобальных цепочках поставок.